Музыка Болеет за луцино всей душой. А как не болеть, говорит Нина Викторовна. Родилась и выросла здесь. Активистка и комсомолка. На месте никогда не сидела. Даже когда училась и работала в Москве, связь с родными сердцем местами не теряла. Когда нужно было помогать нашему селу, я всегда была, вела активную работу. Ну а после того, как я вышла на пенсию в 2019 году, меня избрали единогласно в старстве села. И вот с тех пор я руковожу со своей инициативной группой всеми общественными делами и чаяниями наших жителей в этом селе. Главным своим принципом в работе считает умение слушать и слышать не только односельчан, но и руководителей, с которыми приходится решать все проблемные вопросы. Насущных дел в селе немало. Нина Викторовна не понаслышке знает, чем живут сельские жители. Плохая была дорога. Но мы писали. Приезжал к нам руководитель Однецовского городского округа. И в результате нам сделали прекрасную асфальтированную дорогу. Далее у нас были вопросы с освещением, к которым мы тоже обращались, решили эти вопросы. Это старая школа, которую я заканчивала. Луцинская начальная школа. По этим ступенькам ходили все наши предки. Этой школе сто с лишним лет. В этой школе был музей собран. Здесь, в этой школе, проходили все занятия, кружки. Здание сельской школы пытались восстановить своими силами, но решили вместо него построить новое на пожертвование. Свою лепту внесли не только неравнодушные жители, но и прихожане Никольского храма. К нашему счастью, все восстанавливается. Школа вот сейчас обретает вот такой красивый вид. Ведутся отделочные работы, и мы надеемся, что опять наши дети пойдут вот по этой аллее. Потому что вот эти деревья, они сажались с детьми, которые приходили в первый класс. В 2020 году Нина Викторовна и ее односельчане стали лауреатами премии «Наши Подмосковья». Деньги потратили на установку памятника героям Великой Отечественной войны. Но не только в прошлом живет Луцино. Двое молодых людей из села сейчас служат в зоне спецопераций. Земляки активно им помогают.